Игорь Господин и Отца нашего Перима, Святейшим Патриархом Московской Христианской Руси, Бог охранимую страну Российскую, Настоянь для брата и прихожим святатам правду, Силой и все православные христианы, Господи, сохраняй нам добрая вера. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Слушаемся слова, притчи о сеятеле. И вот вышел сеятель сеять семя своем. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, И птицы небесные поклевали его, А иное упало на камень и, взойдя, засохло, Потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, И выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю, И, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, Господь возглашает, Кто имеет уши слышать, да слышит. Это одна из притч, которую Христос объяснил, Которую разъяснил своим ученикам и нам с вами. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшее при пути, это суть слушающие, Которым потом приходит дьявол И уносит Слово из сердца их, Чтобы они не уверовали и не спаслись. Как часто бывает, Слова Евангелия вошли И так же, как будто сразу исчезли. Мы часто бываем черствы сердцем, Оттого дьяволы уносят эти слова. А чтобы сердце не черствело, Вечером открываем Евангелие и читаем. Тогда, подобно правильной земле, Вот второй пример. А упавшие на камень, это те, которые услышат, когда слово, С радостью принимают, но не имеют корня, И временем веруют, А во время искушения отпадают. Поэтому очень важно вспахивать свое сердце, Вспахивать свою землю. Как? Регулярной обработкой. Попробуйте вы участок не обрабатывать несколько лет, Он у вас зачерствеет. Будете пытаться что-нибудь посеять, Ничего, сходить не будет. Все знали, Почему Христос и говорит понятным языком, притчами, Но тогда же все землю обрабатывали. Это сегодня мы надеемся на супермаркеты, правда с вами? Там же всегда будет вырастать курочка, хлебушек, Что там еще у нас растет? Овощи будут вырастать. И мы всегда придем в супермаркет, И сможем там все получить. Мы же в это верим, правда? А вдруг нет? Поэтому человек, который тогда жил, Он понимал, Что все зависит от трудов своих рук. Если ты вспахиваешь свою землю, Тогда на ней вырастают добрые семена, И хорошо растут растения. Так же и душа человека. Почему всегда батюшки говорят, Как будто прям один за другим, Читайте Евангелие, читайте Евангелие. Вот почему. Это вспашка, вспашка, да? Вспашка той земли, Которая должна быть готовой Для принятия Слова Божьего. А вот есть люди, Которые во время искушения отпадают. Это те, у которых нету корня, Не укоренилось это зерно, Не вросло это Слово Божие во что? В их жизнь. Очень хорошо быть христианином здесь в храме. Здесь только христиан. Каждому здравствуйте, он тебе тоже здравствуйте. Простите, он тебе тоже простите. Вот, ну, правда, не всегда искренне, Но все равно, да? Мы же тут все с вами христиане, Нам хорошо. Потому часто и приходим в храм, Думаю, хоть здесь на людей-то посмотрю. Правда? Вот, а там-то все все озлобленные. А мы с вами должны понимать, Что христианство продолжается За пределы храма. И мы должны свою жизнь, Вот там, во внешнем мире, Тоже строить по Евангелию, Да по заповедям Божьим. А значит, на дурное слово говорить, Да храни тебя Господь. На слово, на попытку оскорбить, Отвечать молитвой и любовью. На интриги, не отвечать интригами. На немилосердие, Отвечать добрым расположением. Это мы тогда, настоящие христиане, Если мы после службы умеем не зарычать На ближнего в автобусе. Правда? Или в метро. Вот надо себя проверить, Насколько во мне сохраняется человеческий образ, Пока я дойду от храма до дома. Клыки сразу вылезают или потом? Хорошо, когда не сразу. А хорошо, когда они вообще не вылезают. И замечательно, тогда действительно вросло в нас Слово Божие, имеет в нас корень. А упавшее в тернии, Что такое Слово Божие, упавшее в тернии? Это когда те, которые слушают Слово, Но отходя заботами, богатством И наслаждениями житейскими, Подавляются и не приносят плода. Ой, как интересно сегодня происходит. Сегодня многие люди, вы знаете, что мне говорят? Мы живем в другом мире. Да, в другом мире. У нас нет проблем. Есть такие тоже люди. Представляете? У нас, говорит, все хорошо. У кого, так сказать, есть ресурсы, Есть богатство, Говорят, все у нас хорошо. Мы даже не хотим знать Про страдающих детей, Про аборты, Про суагатное материнство. Мы не хотим знать, нам хорошо. И вы посмотрите, что сделал враг сегодня. Он сделал так, что как бы есть имитация, Имитация праведников и грешников, Ненастоящие. Вот посмотрите, была такая сеть запрещенная У нас нынче, Инстаграм. И вот там вся аудитория делилась на две части. Вы знаете, одна, это как бы люди, Которые откровенно выставляли свой порог, А другая такая, знаете, Имитация беззаботной и гламурной, Как сегодня говорят, жизни. Все, мол, у меня хорошо, на позитиве. Вот есть позитив и негатив. А что это такое? Ведь мы же понимаем, Что там грех тщеславия присутствует, Там воспеваются тоже пороки, Только более тонко воспеваются. Но имитируется, что у меня жизнь без проблем. И в том числе без духовных поисков. Это такая попытка заменить нам доброе и злое. Заменить чем? Позитивом и негативом. Вот так. Понимаете, в чем дело? И многие люди сегодня, Они попадаются на это. И пытаются, я буду позитивным, Я не буду думать о плохом, Я не буду думать о других людях, которым плохо. Я буду просто сам жить в своем каком-то искусственном мире. Но мы же понимаем, Что смерть все равно придет в этот гламурный мир. И она его тоже не пощадит. И хорошо, Если этот обман раскроется пораньше, Чем мы сами предстанем перед Творцом. Поэтому сколько бы ни было у кого-то денег, Власти, связей, ресурсов, Как говорят врачи, Когда человек умирает, все уравниваются. Никакой разницы, Какой он лежит на столе, Никакой разницы, Был у него костюм от кортье, Или из секонд-хенда. Тело одинаковое человеку. Нам об этом надо помнить. И недвижимость у нас 2 метра. Не больше того. Больше количества земли мы купить не можем. Потому Христос и говорит, Да не собирайте вы на земле сокровища. Он же нам не говорит, Чтобы мы намеренно отказывались От каких-то там ресурсов, возможностей. Нет. Он говорит, Не посвящайте душу свою накоплению, Душу свою стяжанию. Ищите прежде всего Царствие Божие. И остальное приложится вам. Что благопотребно, Что не вредно для души. Но даст Господь. То необходимое. Знаете, многие сегодня, представляете, Оправдывают аборты. Чем сегодня говорят люди? Нечем прокормить детей. Говорят, батюшки. Особенно первый год ребенка. Нечем прокормить. Когда он на грудном молоке сидит. Правда? Странно. Странно сегодня, когда нет голода. Говорят, нам нечем прокормить ребенка. Ну а неужели в православном приходе Мы не поможем такому человеку? Всегда поможем. И мы об этом постоянно говорим. Наша церковь всегда говорит. Приходите. Любому человеку поможем. Который решается родить ребенка. Ведь это же объяснение только. У нас нету дополнительной комнаты. Поэтому давайте убьем ребенка. Так говорят сегодня люди. Это же что такое? Означает полное безбожие. Ведь Бог дает тебе все необходимое вместе с ребенком. Будет малыш. Будет тебе и прибавление. Все наоборот. Ровно наоборот. А дьявол говорит. Нет. Ты сначала давай лет до сорока там себе все заработай. А потом тебе можно уже и жениться. И детей заводить. Знаете сколько таких сегодня людей сидят в огромных пустых домах и квартирах? Потому что они просто не смогли устроить свою семейную жизнь, но накопили себе земное богатство. И вот сегодня и говорит поэтому нам Евангелие о том, что не надо, чтобы это мешало Слову Божию. Не надо, чтобы оно обременяло человека. Тогда такой человек, эти тернии распадаются. И человек встречает Христа. Ведь за Христом шли не только бедные, но и богатые. Но тогда, когда они отрекались от поклонения своему богатству. Это очень важно сделать. Тогда такой человек слышит Слово Божие. А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце. И приносят плод в терпении. Уже здесь, на земле, если ты любишь Бога, ты уже будешь чувствовать себя причастником к Царству Божию. Уже здесь будешь получать дары от Христа, которые дает Он туне, безвозмездно, изобильно. Каждой душе решившейся оставить все внутри себя и поставить на первое место Отца Небесного. Все приложится. Когда человек осознает это, он и становится плодоносным колосом, который приносит и 30, и 60, и 100. Ведь это самое удивительное явление. Из одного семени до 100 семян. Какой же премудрость заложена. Будем с вами внимательно наблюдать за этой притчей, помнить ее в своей жизни. И стараться воистину приносить плод Христов. Храни вас всех, Господь! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Продолжение следует...